Сегодня ночью и утром в 14-ти этажке на Пехотинцев 21Б сотрудники железнодорожного РУВД провели долгую, изнурительную, 7-часовую операцию по спасению изнасилованной девушки-заложницы и по отлову двух юных насильников. По крайней мере, по одной версии, выглядит это именно так. А началась эта долгоиграющая история в половине четвертого часа ночи. Пехотинскую темноту и тишину пронзил истошный женский вопль. Соседи определили, что эпицентром децибелов является 56-я квартира и вызвали милицию. На место прибыл наряд железнодорожного райуправления, милицейские подолбились в дверь и нет ответа. Органы логично предположили, что на квартиру совершено нападение, а разбойники внутри затаились, причем с какой-то громко кричащей женщиной. Железнодорожные милиционеры вызвали на подмогу группы немедленного реагирования своего РУВД, ГУРУВД и ДПС ГИБДД. Дом и Аташа цепили. Попытались вести переговоры, но за дверью все стихло насмерть. Ни света, ни звука и телефон отключен. И так милицейские стояли перед беззвучной дверью и вытаскивали содержимое жилья на переговоры с половины четвертого до девяти часов утра. Лишь в 9.00 дверь на секунду отворилась и из нее вылетела заплаканная и с синяком под правым глазом девушка Маша. 17-летняя девица поведала органам, что в квартире находятся два ухаря, одного из них она знает. Вечером пришла к нему в гости и эти два похотника ее вдвоем изнасиловали. Повода усомниться в искренности слов юной девы у милиционеров не было и они перешли к более решительным действиям и пригрозили двум злодеям, затаившимся за дверью, что возьмут их штурмом со стрельбой. На это из-за двери послышалось. Действительно, засевшие в засаде пацаны ляпнули, что у них пуль на всех хватит и тогда на место предполагаемого штурма приехали исполняющие обязанности начальника РУВД Александр Горевских и прокурор района Владимир Погосян. Они и должны были возглавить операцию по сносу двери. Было установлено, что двое преступников не намерены сдаваться, хотят оказывать вооруженное сопротивление. Были стянуты сюда определенные силы, группы немедленного реагирования, район управления УВД города Екатеринбурга, специализированные группы захвата. Начались переговоры. В квартире была девушка несовершеннолетняя, которую изнасиловали. Ей удалось выйти из этой квартиры. Она сообщила работникам милиции, поэтому преступники остались в этой квартире и не хотели выходить. Но, по счастью, все обошлось без стрельбы, без штурма и прочих силовых методик. В 10.50 утра до пацанов в квартире доперло, что за дверью действительно милиция. Сопротивляться глупо, и они открыли дверь. Однако, каково же было удивление органов, когда они в жилище застали только одного юношу. Где второй, спрашивают? Давно шел, отвечает. Но позвольте, все входы-выходы были блокированы. Стали тщательно искать. И обнаружили скрюченного пацана в естественном холодильнике под подоконником. Двери этого холодильника подперли другим холодильником на колесиках. Насильниками оказались 22-летний сын хозяев квартиры Дима и его друг Леха. Их сразу же определили в КПЗ. Однако, по их версии, выходит, что они вовсе и не виновны. По крайней мере, секса с Машей у них не было. Вызвали проститутку. Приехал. Откуда вы ее вызвали? По пенджеру. Так, что дальше было? Ничего, все нормально было. Она что-то потом начала дымки, пешевать достала какой-то газовый, там, не знаю, удар называется. И что, начала шмалять там. Все, что, забрали у нее, толкнули ее, и все, иди, спи, с утра спустили, и все, что. А почему сотрудника милиции лень не открывали? Мы думали, сутенеры, откуда мы знали, что это сотрудники. Потому что взяли мы часы. А сколько вы заплатили денег за нее? 500 рублей. Кто говорит правду? Честная поруганная девушка Маша, или же наоборот? Честные пацаны, желавшие позабавиться с 500-рублевой шлюхой и нагревшейся на своих низменных инстинктах. Истина где-то рядом, и определит ее железнодорожная прокуратура, так как изнасилование это прокурорская статья. Продолжение следует...